Всем привет! Сегодня в программе поднимаем социальные вопросы. Все, что волнует вас, волнует и нас, а значит будет интересно и вам, и нам. Внимание, мы начинаем! Не самый удачный выезд в отпуск ждал пассажиров поезда Москва-Адлер. Во всяком случае, вовремя никто в пункт назначения не попал. Водитель КамАЗа, который врезался в пассажирский поезд, в Рязанской области в понедельник выехал на железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД во вторник, 6 августа. По данным ведомства, после столкновения поезд не остановился. От сильнейшего удара кабина грузовика соединилась от прицепа, обе части выбросило в кювет. Водитель КамАЗ, 23-летний житель Михайловского района, погиб на месте до приезда скорой медицинской помощи. По уточненным данным госавтоинспекции, КамАЗ был загружен песком. ДТП произошло в селе Голдина Михайловского района на неохраняемом железнодорожном переезде 218-го километра Каширской дистанции Московской железной дороги 5 августа в 2010. Пресс-службы ГИБДД отметили, что помимо этого ДТП с начала текущего года на территории Рязанской области произошло еще три дорожно-транспортных происшествия на железнодорожных переездах, в результате которых три человека получили травмы различной степени тяжести. С начала года на территории региона выявлено 1214 нарушений правил проезда железнодорожных переездов, в том числе 87 нарушений по статье пересечения железнодорожных путей вне железнодорожного переезда. Выезд на переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме, либо при запрещающем сигнале светофора или дежурного по переезду. За четыре дня последнего месяца лета в Рязанской области произошло три ДТП, в каждом из которых погибли дети. Ночью 1 августа в Сараевском районе произошла трагедия, виновником которой стал нетрезвый водитель девятки. 1 августа в Сараевском районе нетрезвый водитель. В вечернее время, в темное время суток на неосвещенной дороге выехал, не справился с управлением, выехал на встречную обочину, совершил наезд на двух девушек. Одна из них скончалась в больнице. В настоящее время он взят под стражу, возбуждено уголовное дело. На следующий день, 2 августа, на Московском шоссе произошло ДТП, в котором погиб трехлетний ребенок. Отец и мама переводили ребенка через дорогу по пешеходному переходу. Казалось бы, ничто не предвещало беды. Все автомобили остановились, чтобы пропустить людей. Но... Сколько вам лет? Шестнадцать. Водительскую удостоверение имеете? Да. С какой скоростью двигались? Начал такое... С семьдесят... С восемьдесят... Начал тормозить, и меня занесло. И видел удар, и что-то вылетело сбоку. С левой стороны, и вот, в мою сторону. Думал, что это шлем. Только он пернул, увидел, что ребенок. Вот он залетел под фор. Мы ехали за машиной форт, вот, и видели все, как оно было. Вот как летел и сбил на пешеходном переходе семью из трех человек. То есть скорость, считаете, большая была, да? Скорость, считаю, была намного больше ста, примерно 150 км в час. Какую справедливость теперь искать, если за рулем машины сидел несостоявшийся 16-летний автолюбитель? По закону, он не понесет наказание в том объеме, в котором несет ответственность за подобного рода поступки взрослый человек. Однако от этого не легче тем, кто в этом ДТП пострадал, так же, как и их родственникам. В этой ситуации родственники виновника ДТП первые, кто должен задуматься о случившемся. Третье дорожно-транспортное происшествие произошло в воскресенье на 214-м километре автодороги Москва-Астрахань. Безусловно, пешеход, если он хочет сохранить свою жизнь на современных дорогах, следует быть предельно внимательным. Ведь автомобилей становится все больше, а правила соблюдают далеко не все. Впрочем, в ПДД, которые пишут в том числе кровью погибших людей, указано, что в безопасности своего маневра пешеходу всегда следует убедиться. На этой автодороге автомобиль Ауди, двигаясь со стороны Астрахани в сторону Москвы, остановился на обочине, но остановился так, что другим автомобилям, водителям других автомобилей, которые двигались в попутном с ним направлении, он был невиден. Он остановился на обочине за двумя дагестанскими камазами, которые ремонтировались на обочине. Дедушка вышел из-за руля и пошел в сторону кафе. В зоне видимости пешеходного перехода не было. Возвращаясь из кафе, его внук, который стоял на обочине с двумя бабушками, выскочил, буквально выбежал из-за стоящего автомобиля КамАЗ. Повторяюсь, он был невиден водителем и побежал в сторону деда. Водитель Киоспектра, который двигался в это время по дороге, просто не имел времени и возможности остановиться и сбил его. Мальчик скончался на месте ДТП. Безусловно, пешеход, если он хочет сохранить свою жизнь на современных дорогах, следует быть предельно внимательным. Ведь автомобилей становится все больше, а правила соблюдают далеко не все. Впрочем, в ПДД, которые пишут в том числе кровью погибших людей, указано, что в безопасности своего маневра пешеходу всегда следует убедиться. Эти все три дорожные транспортные происшествия следует рассматривать как ЧП. И даже если в каком-то из этих ДТП нарушил правила ребенок, то все равно в основном вина должна лежать на взрослых. Они не рассказали, не воспитали так, как должно, и это произошло, трагедия. В этой ситуации не позавидуешь никому и тем семьям, у кого произошла такая трагедия, умер родственник, а также тем, кто совершил эти наезды. Потому что жизнь дальше может пойти у них, так сказать, наперекосяк. Поэтому всем стоит задуматься, родителям следует учить детей, что дорога – это большая опасность. 20 июля в 12.35 в селе Краснохолм Шиловского района произошло дорожно-транспортное происшествие. Казалось бы, обычный перекресток и сухие фразы в протоколе. Столкнулся ВАЗ-2104 и мопед. Но что могло стать причиной столкновения? Опять пьяный водитель? Превышение скоростного режима? На этот раз все гораздо менее банально. Незнание правил дорожного движения обоими участниками ДТП по причине отсутствия водительских прав. Но и это еще не все. Ни один из них не мог обладать удостоверением по определению. Оба несостоявшихся водителя – несовершеннолетние. В результате дорожно-транспортного происшествия подростки, которые ехали на мопеде, были с переломами доставлены в ЦРБ Шиловского района. Также хочется задаться вопросом, как родители могли позволить и одному, и второму сесть за руль мопеда и автомобиля. Вот и получается ситуация, в которой самих виновников ДТП невозможно привлечь к серьезной ответственности, кроме административного наказания. Зато можно привлечь тех, кто беспечно позволяет своим чадам резвиться на проезжей части. Как выяснилось, в ходе расследования ДТП автомобиль принадлежал родственнику молодого человека, а именно дяде. Сначала дяде пояснялось, что он не знал, что подросток завладел ключами и поехал покататься. Машину поставил около дороги, здесь как обычно. А сами вы где находились? А сам я ушел, ну, толчать. Ну, мы там поговорили, там, ушли мы далеко от машины. Вот, и все. А он без спроса сел и поехал. А ключи в машине находились? Да. То есть ключи вы оставили? Да, это я виноват, это я признаю. А когда вы заметили, что он взял машину? А я, мы, нету, мы, когда вышли оттуда, машин нету. Тогда я заметил. И потом он сам пробежал. Уже после ДТП? Да. Это уже после, что ДТП получилось, он прибежал к нам. Говорит, делал вот так, это. Я говорю, а зачем машину брал? Говорит, прости, пожалуйста. А что теперь сделать? Однако позже при даче объяснения было установлено, и дядя пояснил, что неоднократно уже подросток управлял автомобилем, и отец, и он разрешали ему. И в этот раз подростка отпустили на автомобиле в магазин. Родителей двух других подростков, которые двигались на мопеде, опросить пока не удалось, так как они проживают в Рязани, и в момент ДТП поехали с подростками в больницу. Однако тут тоже возникает вопрос, как 13-летнему подростку был доверен такое транспортное средство, скоростное, как скутер. Большая удача, что в этом ДТП никто не погиб, ведь сегодня случаев, когда дети на мопедах создают аварийные ситуации, повлекшие чью-то смерть, сколько угодно много. В этом дорожно-транспортном происшествии двое пострадавших, родители и скутеристов, и водители автомобиля подростка будут привлечены к административной ответственности за ненадлежащее воспитание, за то, что так получилось, что подростки управляли транспортными средствами. А на дядю этого подростка будет также наложен административный штраф за то, что доверил право управления лицу, не имеющего такого права. И в первую очередь родителям стоит задуматься, что чаще всего это как раз смерть их ребенка, управляющего скутером, мопедом и другим, не таким уж тихоходным двухколесным транспортом. В настоящее время на территории Рязанской области проводится профилактическое мероприятие «Скутер» с 1 мая по 30 сентября. Нами выявлено уже 59 фактов, когда подростки управляли скутерами и другим мототранспортом, не имея права при этом управления. Родители этих подростков были привлечены к ответственности. В настоящее время мы только будем наращивать наши усилия по выявлению и пресечению таких фактов, а родителей, соответственно, привлекать к ответственности. В настоящее время по вине подростков, управляющих мототранспортом, на территории Рязанской области зарегистрировано 26 ДТП. А за аналогичный период прошлого года – 10. Год от года цифры растут в геометрической прогрессии. И когда в ноябре вступит в силу закон, который предусматривает наличие водительского удостоверения при управлении скутерами, мы надеемся, хоть как-то это спасет ситуацию, и ДТП станет меньше. Уже совсем скоро состоится одно из самых громких событий в мире автомобилей – Московский международный автосалон. И мы обязательно покажем наш отчет об этом мероприятии. А пока вспомним, как это было в прошлом году. Что только не делают автопроизводители, чтобы привлечь внимание к своему стенду. Например, промоутеры «Ситроен» в буквальном смысле слова подняли свои автомобили на самый верх. Московский международный автосалон – это 100 тысяч квадратных метров в выставочной площади и столько же тысяч посетителей. Именно поэтому более ста ведущих автомобильных марок стараются быть предоставленными во всей красе. Здесь не подходит определение, кто во что гораст. Скорее, кто на что способен. Блеснули здесь и российские конструкторы. В России любят удивлять всем, что побольше, и всем, что почуднее. Например, конструкторское бюро «Нами» представило свое видение автомобиля будущего. Он не ездит, зато у него светятся фары и впечатляющий дизайн. Это прототип автомобиля «Нами Ай», который в данном случае представляет из себя как бы дизайнерское представление автомобиля, выпущенного в 1927 году научно-исследовательским автомобильным и автоматурным институтом. То есть это современное видение того автомобиля 85-летней давности. Появится ли он когда-нибудь в продаже? Нельзя исключать такой вариант. Пока этот вопрос не рассматривался, но если будет интерес именно к этой модели, то не исключено, что будет спроектирована полностью уже конструкция, проведены испытания, и не исключено, что может появиться и в продаже. К этому аттракциону большая очередь. Но этот симулятор модулирует скорее не поведение на дороге автомобиля «Ауди ТТ», а поведение автомобиля с нормальным давлением в шинах либо на проколотых колесах. Вот он успешно проходит повороты, а вот уже водитель не справляется с управлением и как результат – столкновение. Хорошо, что это только симулятор, и все остались живы. Вам понравилось? Как ваши ощущения от поездки? Мне понравилось, да, все практически как в реальности. Ну и чувствуется, да, разница между тем, когда шины в нормальном состоянии, да, и когда шины с низким давлением. Но все-таки это аттракцион или более как реальная жизнь? Приближена. Ну, приближена к реальной, не знаю, если говорить процентное соотношение, то, наверное, процентов на 40-50, может быть, макс. И какая может быть выставка безраритетных автомобилей? Вот этому автомобилю Ford исполнилось уже 102 года. Здесь он самый старый, но проверен он не только временем, но и другими испытаниями. Еще один верный способ привлечь внимание посетителей – показать автомобили или тюнинг в сочетании с женской красотой. На сайте автосалона есть даже специальный раздел, где представлены все тандемы – девушка-автомобиль. Но если дамы привлекают внимание красотой, то ростовые куклы – юмором. И это традиционно одни из самых главных героев выставки. ПЕСНЯ Самое главное, чтобы посетителям не было скучно. Удивить публику – значит надолго приковать внимание к своему стенду. От развлекательных точек люди отправляются непосредственно к автомобилям уже в хорошем настроении. Для тех, кто сомневается, что в 21 веке научились делать автозвук, поставили вот такой веселый аттракцион. Всем, кто решил посетить автосалон, приезжать лучше с утра. Тогда останется хоть какой-то шанс успеть обойти всю площадь. Нашей съемочной группе это не удалось, но общее впечатление составили и мы, и, надеемся, вы. Движение – это жизнь. Автономия – программа обо всем, что движется. Если сегодня было не скучно, то в следующий раз будет еще интереснее. Обратную связь будем держать через почтовый адрес, который вы видите на своих экранах, а посмотреть видеоархив программы «Автономия» можно на сайте город62.тв. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова